Приветствую друзья, вы на канале Никлэй. Видимо я сошел с ума и выпускаю ролики почти каждый день. Ну а сегодня мы продолжаем рубрику с диалогами и фразами персонажей в Мафии 2, которые ты мог не слышать. В очередной раз напомню, что не нужно путать эту рубрику с экспериментами в Мафии 2, так как эта рубрика завязана именно на диалогах. Ищу подобные диалоги я путем непослушания целей миссии и так далее. И я прошу тебя, поставь лайк на этот видеоролик. Для тебя это пара секунд времени, а для меня очень большая поддержка. Ведь именно ваши лайки влияют на продвижение ролика. А в сегодняшний ролик попадают эти ребята. Именно их комментарии мне показались самыми интересными. А если ты хочешь попасть в следующий ролик, как эти ребята, то достаточно оставить любой интересный комментарий. Возможно я тебя замечу и ты попадешь в следующий ролик. А в сегодняшнем ролике мы рассмотрим три главы. Вторую, третью и четвертую. Хотя вторую главу мы скорее добьем, а не будем разбирать целиком. Так как в предыдущем ролике я забыл про некоторые детали, о которых мне напомнил этот пользователь. За что ему огромное спасибо. Что же, не будем тянуть и приступим. Во второй главе, после того, как нам нужно отправляться к Джо, мы сможем услышать ссору семейной пары в небольшом переулке. Уже готова. Сколько можно? Ты только что спрашивала. Да черт тебе подери. Да кто тебя в задницу укусил, а? Ты сто лет уже возишься, мне холодно. Холодно? Ну сиди в машине. В машине тоже холодно. Давай, чини эту свою помойку. Да я б давно закончил, если б ты мне помогала, вместо того, чтобы пилить. Я тебя не пилю. Да, конечно, дорогая. Если б ты так разводным ключом орудовала, как языком, мы бы уже давно дальше ехали. Ой, ты такой бестолковый, потому-то тебя в армию не взяли. Ах, не можешь не напомнить, а? Муж-этель Фрэнк, летчик-истребитель. Чарли, муж Маргарет, водит подлодку. Прекрати. А мой муж? Ах, он негоден к службе, он работает в Бакалеи. Знаешь что? Сама её чини, сука вонючая! А после их ссоры можно подойти к девушке и предложить помощь. Эй, помощь нужна? Конечно. Надеюсь, у вас получится лучше, чем у моего никчёмного мужа. Ну вот, всё готово. Всего-то пару гаек подкрутить. Правда? Спасибо тебе большое, красавчик. Не благодари. Давайте, вперёд! В конце второй главы мы сможем услышать от Вита некоторые фразы, если тот подойдёт к кровати Джо. Так, тут спит Джо. Я сплю на диване. Я скучал по Джо, пока был в армии, но... Хм, не настолько же. Я сплю на диванчике в кухне. Зачем на кухне диванчик? Ума не приложу. Что же, наконец, во второй главе, я надеюсь, мы рассмотрели абсолютно все диалоги, которые вы могли не слышать. Так что переходим к третьей. В третьей главе, после того, как мы входим из квартиры Джо, мы сможем услышать небольшой диалог между старушкой и Вита. Здрасьте. А что, по радио ничего хорошего? Не лезь в чужие дела, пацан. Что же, перемещаемся в порт на задание к дыроку. Как вы знаете, здесь нам нужно таскать ящики, но многие из вас, скорее всего, не выдерживали даже одного ящика и после него сбегали с этой локации. Ну а давайте, вместо этого, попытаемся перетащить максимальное количество ящиков и послушаем, что же говорит Вита. Да уж, это будет, ну, очень весело. Кому вообще нравится таскать коробки целый день? Господи, это за десятку? Они издеваются. И как эти ребята такое выносят? Всего пять минут, работаю и уже всех ненавижу. Знаешь что, сдались мне эти копейки. Всем известный момент с докерами. Думаю, нет смысла вставлять диалоги с каждым из рабочих. Ведь так или иначе, при простом прохождении вы могли слышать диалоги с каждыми докерами. Но вот, что будет говорить Вита, если мы подойдем к рабочему, с которого уже взяли деньги. Он уже заплатил. Нет, этот уже был. С него я уже стряс. Уже в самом баре, после того, как нам дают задание, мы сможем подойти к Генри и Джо. Генри будет говорить нам следующую фразу. У нас с Джо серьезный разговор. Ты чё, ебанутый? А вот, кстати, фраза Генри после того, как мы добыли талоны на бензин. Эй, что я тебе сказал? Надо сбыть их до полуночи, а то ничего не получишь. Что же, переходим к моменту с Марией Ангела. Игра просит нас включать ограничитель скорости. Но это мы не делаем и врезаемся во всё подряд на полной скорости. Что же будет нам говорить Мария? Господи, ты что это творишь? Ты же нас обоих угробишь, осторожней! Вот молодёжь пошла. Ты что, наркоман? Говорю, помедленнее. Тише едешь, дальше будешь. Что самое интересное, Мария реагирует только на превышение скорости и аварии. А на расстрел со стороны полицейских и сбитие пешеходов ей абсолютно пофиг. Видимо, разработчики решили. Ладно, и так сойдёт. Что же, третью главу мы разобрали, так что переходим к следующей. А в четвёртой главе я не нашёл почти ничего. Разве что некоторые фразы Джо, если мы не будем его слушать. Эй, Вита, я открыл! Живее! Живее, Вита, до смерти сидеть будем! Ты долбократ, чё застрял? Что же, на этом в принципе всё. Мы рассмотрели небольшую часть второй главы, третью и четвёртую. Если я о чём-то забыл, то можете напомнить мне об этом в комментариях. Ну а если тебе понравился этот видеоролик, а также нравится мой контент в целом, то почему бы не поставить лайк, а также не оформить подписку на мой канал? В любом случае, огромное спасибо тебе за поддержку. С вами был Ник Лэй, до скорых встреч, друзья!